Как этот конструктор, скрупулезно по кирпичику Елены и Ким строили свою семью. Таких, говоря канцелярским языком, ячеек общества в России тысячи. Каждая счастлива по-своему. Рецепт счастья эта пара нашла быстро и даже дала ему имя – Алиса. А потом счастья стало втрое больше. В семье родились сыновья – Кирилл и Дима. Мы еще на свадьбе договорились, что у нас будет трое детей. Мама обеспечивает тыл, папа обеспечивает нападение. Поэтому прорываемся пока. Поэтому стараемся. Алиса перешла в четвертый класс. Она занимается музыкой, рисованием и танцами. А еще успевает помогать родителям с младшими братьями. Кирилл ищет себя в спорте. Дима пока просто знакомится с этим миром. Свою роль молодые родители видят в том, чтобы воспитать из ребят хороших людей. А вот как это грамотно сделать, рано или поздно, таким вопросом задается любая семья. Да, это очень важный вопрос. Он всегда в нашей семье звучал. Когда первый ребенок появился, стоял перед нами второй и третий. И ответом на этот вопрос, наверное, является только то, чтобы любить детей и принимать их такими, какие они есть. То есть даже когда они капризничают, понять, что не просто так ребенок капризничает. Всему есть причина. И, наверное, одной из основных причин – это потребность в любви, в нежности и заботе. Но всего должно быть в меру, уточняет Ким. Зарываться в детях тоже не нужно. Даже в большой семье у каждого должно быть свое личное время. На спорт, на труд и на то, чтобы просто подумать в одиночестве. И мама, и папа оба работают. И всегда на личном примере готовы показать, что хорошо, а что плохо. Вот стоит мужчина курит и говорит, сыну, курить нельзя. Да, курить нельзя. Ты не кури, а сам вот в этот момент берет его, затягивает, выбрасывает. Но это неправильно. То есть если показываешь, как ты живешь. А дети, они же как губки, они так же точно все впитывают. Все твои плюсы, все твои минусы. По-другому вообще никак не бывает. Когда мы искали героев для нашего репортажа, ко дню семьи и любви и верности, задачи найти фамилию с регалиями не стояло. Хотелось показать кусочек из жизни самой обыкновенной ивановской семьи с ее переживаниями и радостями. Праздник здесь и на отметят в детском саду. Да-да, супруги отправятся на дачу, возьмут детей и пригласят друзей, которые тоже приедут с малышами. Вот и получится. Почти детский сад. Счастья много не бывает. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.